Сегодня в Доме правительства в очередной раз вручали государственные награды. Героями торжественной церемонии стали чебоксарцы, большинство из них работники с большим стажем. С лучшими из лучших познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. По традиции, марафон праздничных событий в честь дня рождения столицы республики стартует здесь, под куполом Дома правительства. Каждый год в этом зале чествуют лучших горожан, благодаря которым развиваются чебоксары. В этот раз в списке награжденных 25 человек. Строители, врачи, педагоги, актриса и водитель. Эти люди не один десяток лет трудятся на благо родного города и республики. Преподаватель физкультуры Чувашской сельхозакадемии Надежда Иванова подготовила большое количество кандидатов в мастера спорта по палеотлону. Ее выпускники успешно выступают и на международных турнирах. В течение года бывает подготавливаем до 5-6 кандидатов в мастера спорта конкретно по палеотлону. Я ценю свою работу за то, что, наверное, я считаю себя нужным человеком пока. Я очень горжусь тем, что мою работу признали, пригласили сегодня на получение награды. Актриса русского драматического театра за 20 лет воплотила на сцене десятки ярких образов. В багаже Лависы Былинкиной уже есть номинация «Лучшая женская роль». Сегодня ее удостоили почетного звания народного артиста Чувашия. Мне кажется, я не знаю, любой человек бы не ушел из театра, если бы побыл там. Всем привлекает. Это постоянно все разное. Это благодарность, если получится зрителям. Опять-таки, если не получается эмоция, опять-таки, ну это жизнь. У меня любимая роль, любимая, вот я скажу, как бы, и значимая, между прочим, тоже. Последняя жертва Островского. И вторая, наверное, вот тоже, опять-таки, Островский. Без вины виновата. Сегодня глава республики вручал награды от президента России. Шеф-повар одного из ресторанов получил благодарность от Владимира Путина за победу на международном чемпионате профессионального мастерства. В бразильском городе Сан-Паулу Александр Ганяшвили завоевал золотую медаль. У конкурентов они были сильные все, они работали все в мишленских ресторанах, но так как у нас нету, я изучал это через интернет. Я обучался и смотрел, как они это делают, и я тоже научился, и не хуже их выступил. Михаил Игнатьев отметил, что эти награды – признание заслуг перед городом. Героям сегодняшней церемонии глава республики пожелал новых побед. Спасибо вам за то, что вы есть, за деятельную любовь к родному городу, трудолюбие и целеустремленность. Уверен, что совместными усилиями мы сможем еще много достичь, сможем поднять жизнь горожан на качественно новый уровень. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.